Всем привет! Рассмотрим такую интересную технику, как градиентный спуск. Градиентный спуск это численный метод, чтобы найти минимум функции. Всё. Я рассмотрю общую идею и затем посмотрим, как это соотносится к нашим нейронным сетям. Кому интересно подробнее, тот откроет учебник по численным методам и прочитает его. Или посмотрит какое-нибудь классное видео. А я, повторюсь, лишь основные идеи расскажу. Итак, мы собираемся найти минимум функции. И градиентный спуск именно вот про это. Пройти минимум какой-то функции. Предлагаю взять, рассмотреть сперва простую функцию f от x, то есть от одного аргумента. давайте рассмотрим вот такую функцию. Допустим, она дальше, ну вот так вот всё, вверх уходит. И мы хотим на неё минимум найти. Наглядно мы видим, что минимум где-то здесь. И мы хотим найти, грубо говоря, вот значение x, при котором функция минимальна. Как мы это можем сделать? Те, кто хорошо занимался математикой, знают, что здесь нам может помочь производная. А каким образом? Смотрите, если мы возьмём производную, посчитаем её, затем подставим конкретное значение x в какой-то точке, мы же получим конкретное значение, и так? И это конкретное значение, то есть f от x, оно либо положительное, либо отрицательное. А если оно положительное, то это что значит? Что функция возрастает. А если оно у нас отрицательное получит, то функция убывает. А если мы знаем, что функция производная в какой-то точке конкретно убывает, или возрастает, то, соответственно, мы можем выбрать направление следующей нашей пробы. То есть, мы берём, выбираем какую-нибудь случайную точку. Давайте вот эту. Ищем в ней нашу производную конкретно. Узнаём, что вот, ну, она у нас положительна. Так? Соответственно, мы знаем, что здесь идёт какое-то возрастание. И нам нужно что сделать? Нам нужно идти в обратную сторону. Итак, соответственно, нам нужно вычесть. Вычесть это значение. Из нашего икса. То есть, вот у нас здесь какое-то возрастание икса конкретное, да? Так вот, мы вычтем вот это возрастание икса. И получим какую-то новую точку. Снова посчитаем нашу производную. Снова вычтем. До тех пор, пока не дойдём до нашего минимума. Если так получилось, что мы с этой стороны находимся, то есть, наша функция убывает, то знак производной у нас, какой получается? Отрицательный. То есть, что получается? Нам нужно прибавить. Нам нужно прибавить. Нам нужно прибавить. Давайте я сделаю лучше. Нам нужно прибавить F. Ну, точнее, не прибавить. У нас же отрицательная производная тут будет. Нужно вычесть вот эту производную. У нас она здесь будет отрицательная, поэтому шаг следующий. Вот здесь мы получим какой-то X. И из него мы вычтем эту нашу отрицательную производную. А это не что иное, как плюс. То есть, мы сдвинемся вперёд. То есть, вот в эту, сюда. А там, туда. То есть, в общем случае, в общем случае, наш X, наш X можно было бы записать как, я имею в виду, X плюс 1, как X минус F производная от XI. Вот это, собственно, основная базовая функция, основная база уравнения градиентного спуска. То есть, смотрите, когда у нас производная вот здесь отрицательная получается, то есть, функция убывает, соответственно, нам нужно сделать шаг вперёд, то есть, увеличить значение X. Но у нас вот этот минус превратится в плюс. А если функция у нас возрастает, то, соответственно, нам нужно назад. И поэтому закономерно, что вот здесь у нас в основной в нашем уравнении минус. И мы должны убавить и убавляем, то есть, идём в обратную сторону. Вот такая общая идея. Теперь, какой алгоритм мог бы быть? То есть, мы берём какое-то случайное, случайное X. Затем берём счётчик, какой-нибудь счётчик, допустим, и дальше начинаем некий цикл. While. Какой цикл? Мы вот берём вот I плюс I I XI минус F здесь мы счётчик увеличиваем, и здесь мы умножаем ещё на дополнительный коэффициент, его обычно, ну альфа. Это learning rate. Learning rate. Learning rate. Он нам показывает величину шага, который мы совершаем в сторону минимума. то есть, вот у нас функция, да? Так вот, а шагать-то мы должны на какой-то шаг? Ведь у... вернее, не ведь, а ещё хочу добавить, что вот этот альфа, он должен быть достаточно малым. Мы не можем брать большие. Почему? Потому что у нас вот функция, вот, ммм... Когда мы говорим функция убывает или возрастает, мы имеем в виду, что она убывает или возрастает в какой-то малой окрестности. плюс, если мы возьмём очень большой, большой шаг, то мы можем просто вот сразу вот сюда перепрыгнуть. То есть, вот с этим, собственно, и возникает шагом две проблемы. Во-первых, мы перепрыгиваем очень сильно. Во-вторых, проблема долгого обучения, если мы выберем очень маленький шаг. То есть, будем так очень медленно спускаться. Большой мы, я сказал, уже не можем, потому что мы, по сути дела, будем всегда перепрыгивать из-за особенностей производной. то есть, производная нам показывает возрастает и любывает функция в какой-то малой окрестности. Мы хотим идти всё время в одном направлении. Мы либо хотим спускаться, либо хотим подниматься. Так вот, когда мы вот нашли следующий следующий х, дальше мы должны сделать некое сравнение. Некое сравнение. То есть, мы берём вот f от x от i, то есть, вот то, что у нас было, и сравним с тем значением, которое мы перешли. f от i плюс 1. то есть, мы вычитаем. И затем сравним его с каким-то, ну, с каким-то, я напишу треш-холд, с неким треш-холдом. Почему? В реальности мы никогда вот здесь вот не получим нуля. То есть, мы никогда вот не попадём в ноль. Особенно, когда мы будем программировать, мы же там будем с этими числыми плавающими точкой будем работать. То есть, ноль и запятая и там чего-то. В ноль мы практически никогда не попадём идеально. И, соответственно, мы просто выбираем какой-то треш-холд. там, я не знаю, может быть ноль одна тысячная и так далее. Это зависит от конкретной реализации библиотеки. Как правило, мы его не настраиваем. Мы настраиваем обычно вот в данном алгоритме только вот этот параметр шаг. Шаг обучения. Так вот, смотрите, если вот наша вот эта разница оказалась больше, чем в треш-холде, да, то нам нужно вернуться на наш вайл, в наш вайл. Я почему ещё вот здесь вот вайл написал и вот здесь счётчик вывёл. наш алгоритм в принципе он может работать очень долго. А мы не всегда хотим долго то ждать. Поэтому есть смысл сделать дополнительное какое-нибудь ограничение, допустим, тысячу шагов. это, к слову, второй параметр, второй параметр, который обычно задаётся. То есть, сколько мы готовы сделать шагов. Помимо того, какой шаг мы хотим сделать. А сами производные, все эти суммы, всякого рода дополнительные вычисления, это обычно реализуют в библиотеке. Наша задача будет задать, сколько мы хотим шагов сделать, то есть, сколько мы готовы ждать, чтобы быть в той или иной значении. И величина шага. так, теперь давайте перейдём от функции одной переменной к функции многих переменных. градиент. Когда мы говорим про функцию одной переменной, то мы говорим про её производную. Когда мы говорим про функции многих переменных, мы говорим про градиент. градиент это вектор частных производных сейчас на производных этот градиент показывает показывает скорость не скорость этот градиент показывает куда у нас функция растет то есть градиент это некий вектор который численно представляет себя просто частной производной и этот вектор показывает куда функция растет соответственно а поскольку мы ищем что мы ищем минимум нам нужно просто будет взять знак минус и тогда наш алгоритм то есть или наше то основное уравнение можно просто переписать по очень простой мини у нас есть некий вектор некая начальная точка лучше сказать ну или вектор i которым мы случайно выбрали дальше дальше нам нужно что сделать получить v плюс 1 то есть мы решаем все то же самое функцию многих переменных там не знаю как она будет выглядеть ну как-нибудь представьте себе какую-нибудь функцию многих перемен и мы что делаем мы также выбираем там сперва случайно точку а затем находим следующую точку куда нам идти а куда нам идти нам помогает градиент то есть мы берем v i минус снова вот этот learning rate и градиент градиент от нашей функции преф вы вы только вы это то есть формула концептуально вообще ничем не изменилось единственное что здесь вот просто градиент вместо вместо производной но идея одна и та же то есть и градиент и производная всего лишь показывает нам в какую сторону нужно двигаться чтобы найти минимум функции ну собственно теперь я предлагаю вернуться вернуться к нашим нейронным сетям хотя нет давайте лучше вернемся к линейной регрессии поскольку там немного проще вот смотрите когда мы решали частную производную там находили да систему линейных уравнений решали то есть находили находили веса для нашей линейной регрессии линейной регрессии мы там что делаем мы минимизировали функцию вот такого рода где y с крышечкой это предсказанное значение это просто v умноженное на x естественно v это вектор x это вектор в конкретном значении в конкретном наблюдении там признаки какие-то записанные по конкретному наблюдению и мы хотим то есть предсказанное сравнить с реальным и хотим в итоге то мы хотим такие венойти почему я тут норик нарисовал такие венойти при которых данная функция минимальна ведь так и и вот методом градиентного спуска это тоже можно решить то есть мы берем выбираем случайную точку . поскольку у нас функция весов да то есть мы выбираем какие-то случайные веса затем находим производную f aj затем выбираем какие-то вернее начинаем считать новые веса я в общем случае напишу что градиент здесь альфа на градиент ой неправильно писал ну фу просто функция джей а ну вот производная вот вот и все то есть все очень-очень похоже не правда ли итак мы этот шаг там повторяем 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 пока нам не надоест либо пока мы не достигнем условия то есть когда ну вот это пороговое значение не будет меньше то есть мы спускаемся 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 это у нас как относится к нашим линейной регрессии да нейроны нейроны или нейронные сети они тоже про это же то есть у нас есть активационная функция которая применяется на сумматорную функцию а сумматорная функция это что такое там веса и игреки то есть это наша модель она предсказывает какое-то значение игрека мы наши сети обучаем на конкретных значениях и так то есть с учителем у нас идет обучение соответственно там тоже есть какое-то значение игрека которое мы знаем и мы снова пытаемся минимизировать вот если это представить аналогично линейной регрессии тоже функцию j по весам потому что все остальное это мы знаем мы знаем и игрек мы знаем конкретные значения наблюдений мы знаем как у нас представлена сумматорная функция как активационная функция то есть мы снова обращаем нашу задачу к чему к задаче минимизации и метод который мы используем снова мы используем метод градиентного спуска тут еще надо грамотно выбрать вот нашу вот эту целевую функцию которую мы хотим минимизировать но это уже не так важно важно понять что концептуально вот эта задача относительно нейросетей и вот которую я до этого разобрал относительно линейной регрессии ничем не отличается то есть мы там и там пытаемся минимизировать функцию по весам по весам нашей модели то есть обвисают по сути дела параметры нашей модели которые мы ищем еще одну важную вещь которую стоит сказать относительно градиентного спуска это очень важно то что она ищет локальный минимум то есть градиентный спуск так градиентный спуск это про про локальный минимум то есть смотрите вот допустим мы случайно выбрали точку здесь если мы будем вот читать по тому алгоритму который мы сделали мы в итоге застрянем ведь вот здесь вот в этом месте и согласно и согласно тому алгоритму который я описал выше мы из него выйти никак не можем поэтому помните что градиентный спуск это про локальный минимум да есть разные трики чтобы скажем так иметь некую вероятность избегать этих локальных минимум но концептуально нет никакой гарантии что вы не попадете в локальный место глобального мы все хотим глобальный но реальность такова что мы не всегда туда будем попадать вот такой вот здесь метод метод почему мы его можно еще сказать почему мы его выбираем потому что мы хотим иметь возможность решать задачи в общем виде чтобы нам не так важна была сама модель чтобы нам не так важны были входящие данные ведь сама функция да в которой мы применяем градиентный спуск она будет вернее не так смотрите вот функцию которую мы именизируем да мы вот пока все в нее не подставим в абсолютно все все значения не подставим мы не можем сказать что это за функция плюс даже если мы все подставим и затем захотим аналитически решить иногда это будет очень сложно решить то есть я имею ввиду аналитически найти минимум функции когда у вас очень много будет параметров модели да то система уравнений порой бы решить хоть жестко математически найти этот минимум будет очень очень сложно ну ну еще проблема в том что мы не можем сказать как функция вот наша целевая да которую мы хотим найти минимум как она будет выглядеть пока все не получим пока все не получим а мы же пытаемся это дело запрограммировать ведь так ведь то есть нам нужно решение в каком-то в общем виде и собственно гранитный спуск он вот эта техника позволяет это сделать в общем виде вот такая идея то есть мы находим выбираем случайно точку затем находим градиент градиент это всего лишь частные производные частные производные это обычные производные по сути дела просто мы их скажем так фиксируемся на одной переменной остальные принимаем за константы то есть получаем этот вектор частных производных и берем вот этот вектор мы получили и наш шаг будет противоположен сторон в стороне куда направлен вот этот вектор то есть градиент направлен в сторону возрастания мы идем в обратную сторону в сторону убывания все и наш алгоритм выполняется пока нам не надоест то есть мы считаем количество шагов которые мы сделали либо пока мы не достигнем какого-то приемлемого значения и еще не забываем что мы выбираем шаг на котором мы вступаем некий на на этом я пожалуй закончу на этом я пожалуй закончу это Продолжение следует...